В заключении Иван Муравьев должен рассказать о результатах общественной экспертной проверки полигона Ядрова, вокруг которого разродилась непонятная ситуация. Обвинения идут во всех грехах, а при этом якобы не соблюдается на полигоне все ужасно, рейки фильтратов текут во все стороны, все, что можно нарушить, все нарушено. То есть хуже свалки в МИИ нет, чем Ядрова. Ну, в общем, коротко. Вот то, что Вы рассказали, на самом деле, вот отражение самое, правильно сказали, что в Волоколамске там вообще полный раздравий. На самом деле, активистов и каких-то вот вменяемых людей найти просто невозможно. Вот удивительное дело, и совершенно очевидно, когда это началось, да, фактически общество развалено абсолютно. Разговоры, когда я туда приезжал несколько раз, сначала были какие-то попытки, потом какие-то влияния, там работают политтехнологи, это совершенно очевидно. И, ну, сейчас я уже расскажу более подробно. Цель, вот цель этого отчета, мы переходим в формальный, такой официальный формат, ровно для того, чтобы нам можно было задокументировать, что мы проводили эти исследования, что можно было задокументировать. Значит, цель отчета, проверка сигнала общественной по состоянию дел вокруг полигона Ядрова. Огромный поток информации, каждый день какой-то вброс, причем в топовых информационных агентствах или журналах. Вот журналах, газетах, это РБК, это Коммерсант, это ТАСС, это вот постоянно. Причем сначала появляется буквально на опережение, сначала какой-то информационный повод и сразу ответ. Вот честно, поскольку были представители и они, надо ему отдать должное, идут на контакт и готовы к сотрудничеству, команда, управляющая этим полигоном, предоставляет все возможности для того, чтобы действительно проводить проверки, по-честному. И вот совместно с Анастасией мы это делали, там есть в принципе сейчас и видеоотчет этого дела. По эксплуатации и рекультивации. Дальше, это анализ ситуации выпадка штабом рекомендаций для решения выявляемых проблем. Это не только про ядрова, это касается нас всех, потому что мы сразу видим, что всех так или ночью, ну так, банально говоря, разводят, но любые технологии для того, чтобы растащить, ввести в заблуждение, вбросы, какие-то чистые политтехнологии. Ну и поскольку Волоколамск реально это точка горячая и разогреваемая, то есть вот там, я не знаю в связи с тем, что будет с общественностью, но это по крайней мере то, что мы можем попытаться стабилизировать ситуацию. Ровно потому, что там есть все-таки, я думаю, найдутся и люди, причем простые люди, потому что разговор с обычными людьми, они говорят, вот до зимы не воняло, вот не пахло. Потом, как это ночью опять началась эта история, фактически, ну вот с февраля, января-февраля, причем одиночные. Сейчас никто ни во что не верит, все ждут, как это разрешится. Все равно нужно будет искать, на кого опираться. Все равно это придется делать. Основные задачи, вот самое главное, то, что когда у нас был первый штаб, это взаимное недоверие. Люди никому не верят. Вот, честно говоря, как это, вот снимаю перед вами шляпу, здесь люди сумели организоваться, собраться очень оперативно, очень четко по делу. Вот у нас участники всего этого процесса, это общество, это, ну, вы, мы, это бизнес, который тоже здесь был представлен, который на самом деле тоже бывает разный. И если мы говорим, они олигархи, это нормальные люди, которые не зарабатывают там эти миллиарды. Это тяжелый труд, это как молоко возить. Не привез вовремя, оно пропало. Молоко ты можешь слить, а здесь все это ядовито. Властью это отдельный разговор, ну, экспертами. Эксперты у нас здесь представлены. Создание постоянно действующего механизма поиска решения задач и проблем по данному полигону ядрового в дальнейшей трансляции опытом другие полигоны. Опыт ваш тоже уникален, вот я внимательно слушаю. Все это просто нужно фиксировать и переводить уже в практику. И, что тоже очень важно, на данном полигоне есть договоренность, что мы на нем будем проводить, уже начали проводить апробацию новых отечественных лучших технологий, чтобы показать нам не нужны мусорожигательные заводы. У нас есть все, чтобы эту проблему решить самим. Ну, сразу, вот введение анализ. Во-первых, это фотография полигона в Лакараламский район. Это, ну, фактически, это конец зимы. И уж даже сейчас видно, что, в принципе, это не та свалка, которая, в общем, где происходит. Она пересыпана, она, собственно говоря, закрыта. Вот это старое. Это старое, да, вот, да, это вот старое, и вот там новый, вот вновь. Для людей вот это новое, да? Да, ну, что еще там ничего не завозилось, вот просто они абсолютно сделаны нормально. Отсыпка просто. Да, просто отсыпка. Это действительно глиняные, это глина, это просто мы когда обходили, я просто там чуть не увяз, я думал, что у меня там откапывать будут, просто, просто там чуть-чуть вода, все, уходишь глину по уши. Значит, ну, вот критическую ситуацию, возникшую вокруг полигона, в принципе, не рассматривать ни контекста проблем всей Московской области, это все прекрасно понимаете. Началось это все не сейчас, но принес такой масштаб, что сейчас мы находимся в Регнуме, и этот вопрос обсуждаем. Все-таки Регнум это очень серьезно, наверное, ну, топовое, не, наверное, это топовое информационное агентство, надо сказать, с особым возможностям полномочий в силу того, что это, ну, за это никто деньги не платит, но мы обсуждаем эти важные проблемы, в отличие от других. И вот в связи с тем, что вот все эти проблемы собрались в одну кучу, вот именно в Алкаламске по каким-то причинам, они сконцентрировались. При том, что вот специально вынес эту фотографию, он образцово-показательный в Московской области точно, ну, это, ну, наверное, ну, в стране тоже. Ну, в силу того, что там действительно, то есть, меня проверял, там пересыпки делают, ну, что когда они, извините, ну, когда вот его, ты роешь, тебе вывезти, тебе ничего не надо, у тебя бесплатная земля, ты пересыпаешь глиной. Чуть-чуть не пересыпать. Пересыпали, ну, все по-честному. То есть, они готовы шурфы гайдать, да? Да, 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 все готово. Поскольку это, на самом деле, вот то, что мы здесь все сидим в разных регионах, и у нас разные регионы, это проблема всей страны, всей. В чем наша, как сказать, вызов и, как это, ну, не знаю, насколько подсчетный, фактически нас смотрит вся страна, это объективно. В свое время все, опять же, все врут. Вот, допустим, я вот из Питера, говорят, ой, там уже выбрали региональный оператор, все решили. Нифига, отменили конкурс, ничего не решено. Год назад предлагали мне возглавить лично, стать директором регионального оператора в Брянской губернии. Потом раз, и все тормозилось. Все ждут. Ждут, чем все это дело закончится. Потому что по одиночке, даже, в общем, Ростеху говорят, нет, вы нам не нужны. Но то, что сейчас происходит, и то, что вы рассказываете, это вот говорит о том, что все очень и очень серьезно. Но ситуация настолько стала острой, и она перешла уже абсолютно в политическую область. Вот просто огромное количество. На заказ, на запрос видео Полигон Ядрова месяц назад было 750-760 тысяч видео выбрасывалось. Каждый день, каждый день. Вот я разговаривал с профессионалами, ну вот Андрей тоже профессионал, но это невозможно, чтобы это происходило просто так. То есть есть заказчик, это все оплачиваем, история оплачиваем очень хорошо. И опять же, вот то, что опять же сказали, и то, что мы понимаем, это проблема доверия. Вот вообще эту проблему можно решить, во всем мире решается. Самые богатые страны, даже если они там сжигают, все сортируют мусор. Япония, там, я не знаю, Австрия. И то это не спасает, на самом деле. Но тем не менее, взаимный этот договор, он существует. Покажи, это инспекция тоже. Да, вот я просто, все, это, собственно говоря, вот как бы вводная история. Она стала просто абсолютно политической, нужно это понимать, и вы должны просто готовы к этому быть готовы. То есть это настолько замес на больших деньгах и на очень серьезной политике. Но они даже сами не понимают, насколько серьезной. Ну, вся эта история, ну я не буду уже пересказывать, это да, это опубликуется, да, это вот, ну после, опять же, вы знаете, что это все разворачивалось после Кучино, после, после того, как, во-первых, перегруза, то есть было несколько раз в семнадцатом году повышение количества, то есть по настоянию правительства Московской области были пересматриваемы объемы завозимого мусора. Они в несколько раз были увеличены, минимум три. На оставшиеся полигоны, при том, что, ну, все было это закрывалось, это уже все-все знают, поэтому повторять не будем. Значит, про детей, что важно? Значит, все произошло 21-го числа, ситуация абсолютно загадочная, потому что независимый, ну, разговор с общественным, ну, с людьми просто, ну, таксисты, самый, самый такой нейтральный класс, едут туда, говорят, ну что, воняло, воняет, ну, да, счет пованивает, и то то воняет, то не воняет, завоняло зимой. Значит, внука, да, зимой, хотя, в принципе, зима, все пересыпалось, опять же, никаких вот этих линз, никаких там, ну, непонятная история. Были какие-нибудь, может быть, какие-то выбросы, они там пахнут, но не так. Значит, ребенок просто показательно говорит, ребенок себя плохо ночью почувствовал, его тошнило. Пришел в детский садик, все прошло. А в это время в школе напротив, собственно говоря, там, старшеклассники массово обращаются. Потом это, в общем, все, кто видел, это рассказывают. Значит, расстояние, опять тоже важно, ну, и технолог, как химик, когда мы делали обход вокруг полигона, ну, собственно, естественно, мы нюхали, что там происходило, там хочешь, не хочешь, не хочешь. То есть, такой миф о том, что вот он как-то низинками, там этот газ, он якобы в низине, и там низинками газ туда идет, это неправда, потому что, когда я спускался в низину, не пахло вообще никак, там течет ручеек, он чистый, то есть, мы обошли все, вот с Анастасией, она, говорю, вот, собственно говоря, свидетель, мы обошли все, в низине не пахнет, поднимаешься, вот тогда оттуда что-то тянет. Полный видеоотчет. Да, полный видеоотчет, непрерывный. Только хочет, может, посмотреть, но мы облазили по-честному все, чтобы не было вопросов, не выключали камеру, в принципе. Сейчас я расскажу. Значит, сейчас это будет. То есть, вообще, в принципе, я могу сказать, как, ну, я еще как военный, я могу сказать, что то, как это происходило, то, как это выглядело, там можно сделать, ну, элементарно, там, если у меня, там, грубо говоря, есть ампулы, там, или препарат с меркамптаном, который пахнет, вырвет любого, или боевые ОВ, но не летального свойства, а раздражающего, когда, собственно говоря, не надо воевать, ты там, собственно говоря, забрызгал, и там все, извиняюсь, там, рвет, блюет, все, что хочешь. Собственно говоря, это элементарная история. При том, что, видимо, там они все-таки имеют, да, при этом, обратите внимание, мы были на том штабе, когда был отчет, и там была напряженная ситуация, общественность требовала от области проведения медицинских обследований, было сделано и детей, и взрослых, порядка 800, ну, сотни человек, ничего из расширенного списка токсикантов обнаружено не было. Поэтому одни говорят, что это, как бы, вот соскрыли информацию, мы не верим, а другие говорят, что было большое желание подставить, наоборот, администрацию полигона, да? Нет, это то, что было, это было очевидно, просто дальше вот, вот то, что, ну, я рассказывал, я потом был на митингах, ну, митинги шли непрерывно, они были хорошо организованы, не знаю, кто был, это 4-5 часов рок-концерт, просто вот как вот на одном дыхании, речевки, все написано, у всех подписано, напечатаны, вот там была фотография, что специальные плакаты, специальные шарики с напечатанным логотимом, хорошая музыка, вот просто, вот можно стоять и слушать, народ приходит, уходит, слушает, специальная одежда, чтобы отличать друг от друга, несколько группировок, они не скрывали, что они приехали из других регионов страны. Да, все, я продолжаю. Так, теперь техническое, значит, что мы стали делать? Вот чтобы у нас были не слова против слов, мы вооружились органолептикой пока, но тем не менее это уже важно, потому что было сказано, что вот ручьи, фильтраты втекают в речку, мы обошли, вот стали мы обходить, вот по этому адресу можно все это посмотреть, вот мы обошли, ну там чуть дальше с той стороны мы обходили, это вот здесь находится, ну это хранилище вот этого фильтрата. Вот там темное. Да, 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 вот там, собственно говоря, он находится. Который Андрей Калачев сказал, что хорошо сделанный бассейн. Да, да, абсолютно сделанный бассейн, все, это, собственно говоря, обваловка, это глина, значит, ближе к нам. То есть неоткуда и вытекать. Абсолютно, там, собственно говоря, там где протекает, там прокопана специальная канава и есть специальные ловушки, откуда насос перекачивает туда. Нет, мы не проходили до реки порядка, ну не меньше 50-60 метров, там вот эта пойма, она такая водянистая, там нет фильтрата, там есть специальные, даже есть даже не колодцы, это такие пробитые шурфы, не пахнет, вот просто запаха этого нет. Шурфы нужны для контроля практически. Да, 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 там есть, собственно говоря, пробитые, глупо на этом, да, то есть мы смотрели, не нашли. Мы шли честно, мы обходили все, что могли. Значит, там все, говорю, это заснято. Так, ну это я уже назад ушел, да, значит, вот по всему периметру это рассказывает, там южная часть склона, вот эта вещь, ну в общем, мы обошли, там все это заснято. Был вопрос про новое тело. Про новое тело, сейчас я покажу. Вот, вот смотрите, нет, это старое тело, вот новое тело вдалеке. Фотографию выложим, оно вдалеке. Значит, Глинза. А, это вот работает голландская установка. Да, это голландцы бьют вот это по дегазации, бьют в бешеном темпе, обгоняя все сроки под давлением, и то, что было сказано, под давлением, жестким давлением руководства Московской области. Им нужно отчитаться, при том, что относятся они все равно, ребята это все делают за свой счет, им все равно написывают штрафы. Вот они могут этим отчитаться, потому что он образцовый показательный, вы сами видите. Но тем не менее отношения... А штрафом они судятся. А, все равно штрафы, нет, штрафы все равно им, собственно говоря, присуждают, и в общем, по поведению, да. То есть, на самом деле сейчас происходит замена всех ваших на всех наших, и вот я немножко назад вернусь, это немножко, это, это не ядрово, это, 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 это ружа. Это вот... Это щелканушки, да? Да, 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 да. Не собираются... Да, 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 вот видите черное пятно, там есть фотографии более близкие, на самом деле. Там уже, кстати, уже есть, да, там уже есть мусор, там уже стали валить. И завозят мусор. Вот из-за того, что бьется, пахнет. Ну, отходишь, я говорю, там 100 метров, все, там, ну, не знаю, там самое смешное, я нашел две стоянки, там, говорю, современного человека, в одном там жарили мясо, костерок, мясо, в общем, запах не мешает, там проводить какой-то шашлычок, я не знаю кто. И там вообще стоянка, которые там носочки постираны, тормозок стоит, вообще прелесть. Я тоже заснял, это все есть. Значит, вот так, стоп, а что-то уже тут. Расскажи просто про... Так, ну, давайте расскажу просто. Значит, что я там обнаружил? Не то, что обнаружил, значит, это, как положено, высота в бортовке порядка 5, ну, 5 метров. Двойная мембрана, да, это глина, это очевидно. По ГЕО документам, то, что я видел, это 40 метров, то, что били, она глубже. Мембрана... Глинистая цилинка. Там, собственно говоря, чуть-чуть воды, и все, вообще ничего не проходит. В глубокие, вот эти слои, слои... Да, да, да. Значит, туда пронисновение принципиально невозможно. Невозможно. Геохимические барьеры вот такие. Да. Значит, что еще, кстати, было? Мы по... Еще было обращение... Не то, что обращение, а было, кстати, репортер Регнума взял интервью у представителя какого-то областного комитета... Комитета. Да, и там члены еще русского географического общества. Причем они сказали, что, говорит, здесь в принципе типа свалки быть не должно, какие-то факторы нестабильности, непонятно, землетрясения или что-то. Причем опасные вещи, причем они там сказали, что тут типа что-то не очень хорошо, но никаких фактов. Вот просто, ну как я все-таки говорю, инженеры, имеющие, в общем, имеющие отношение к проблемам безопасности, экология занимается давно, такие голословные вещи делать, ну как минимум опасно, потому что Волоколамск это просто растревоженный уголь, улей. И ничего после этого не было, никаких вещей. Вот, говорю, мы прошли по всем сигналам, сказали, вот там льется, мы ничего не нашли. Значит, да, сейчас вот расскажу по поводу. Значит, по регламенту. Они, вот, началась засыпка второго тела полигона. Два метра они даже не досыпали до этого уровня, он уже начали пересыпать, потому что все, собственно, работают. Но тут же появились ролики о том, что работы ведутся без пересыпки. Да, сначала, да, вот, говорит, пересыпки, а там... Да, при том, что там вот как сделано было, то есть видно, что засыпано, потом, ну, там же как высыпается, трактора разравнивают. И вот, собственно говоря, высыпали, чтобы трактора разравнивали, тут же, говорит, надо без пересыпки. Тут же, после этого, было засыпано, молниеносно, буквально прошло несколько часов, они стали засыпать. И тут же в РИА новости сообщили, что раньше времени признали. Раньше времени, хотя там можно было еще сыпать, уже началась пересыпка. То есть напряжение делается искусственно, при том, что на образцово-показательном полигоне, люди, которые ответственно и профессионально относятся к своему делу, дай бог так все бы относились, и там самый сильный вот будет удар, и там будет раскачка. В связи с чем... Возможно, все заняли политтехнологи. Маш Навального собирался идти оттуда. То есть то, что там это вот просто... Тема мусорополигонов – это хороший повод качнуть ситуацию. Причем на столе она точнет. Ну, то, что вот рассказывали, это все преступления, это, собственно говоря, преступления в чем масштабы, это, собственно говоря, преступления. Ну, удивительно, что они говорят на этих митингах. Они действительно тщательно вот это все отрабатывают, и основная идея темпения митинга – закрытие полигона вот этого нового. Да. То есть это... И меня поразило, что половина выступающих в открытую говорит, спасите нас, быстрее, быстрее построить нас, спасите нас. Сегодня, по-моему. Вчера точно сегодня... Мусорожигательные заводы. Да, то есть... Да, кстати, про Розу еще скажу. Люди ушли, а мы, собственно говоря, с ним разговаривали. Что было важно? Мы, опять же, были с Анастасией. Что было? Полный зал. Вменяемых людей процентов 20, они молчали. Кто пытался более-менее конструктивно, не то, что против, сказать, ребята, давайте соберем рабочую группу, и давайте будем обсуждать. С задних рядов, ну, просто парать пришли, привели. А, зачем вся эта история? Это когда я выступал на митинге в Волоколамске, меня тоже освистали. Мне тоже сказали, да что тут разбираться? Ну, такие, в общем, местные колдыри. В общем, никто разговаривать не хотел. В Рузе ситуация просто будет катастрофичная. Вот просто то, что там происходит, с такой скоростью она развивается.